Перед тем, как зайти на территорию жучки, я заранее приготовил для нее лакомство. Илюша с товарищем ждут агрессии от жучки по отношению ко мне, а жучка недоверчиво смотрит на меня из будки. С осторожностью обнюхав вкусняшку, жучка спряталась вместе с ней в глубине своей будки, тем самым дала мне понять, что пропуск действителен. Доброго здравия, уважаемые любители братьев наших меньших! С вами Константин и мои питомцы. Сегодня я приехал к Илье на день рождения, и жучка меня уже встретила. Как только я зашел в дом, жучка начала закапывать вкусняшку. Оказывается, она прячет все свои лакомства, видимо, делая запасы на зиму. Сделав это важное дело, жучка вновь проследовала на свой пост охраны. Тем временем, пока женщины накрывали на стол, ставя на него изысканные явства, например, салат оливье и хреновуху от предсельмага, мы с Ильей отправились варить уху. Уха, приготовленная на мангале, является одним из фирменных блюд председателя. Послушайте, как приятно потрескивает костер, обвивая котелок языками пламени. Жучка, соблазнившись ароматом ухи, пришла к нам в надежде, что ей достанется чего-нибудь вкусненькое. Но мы все знали, что у жучки имеется спрятанное лакомство, и баловать ее не стали. Тем более, уха была еще не готова, но жучка все равно в надежде на вкусненькое осталось лежать рядом. А мы с Ильей подкладываем заранее яблочное поленце, чтобы оно успело хорошо прогореть, и забрасываем в наваристый бульон разнообразные овощи. Далее Илья убирает из рыбы все косточки и измельчает мясные кусочки. Пока обгорает полено, Илюша выливает в кипящую уху стакан водки. После водки завершаем процесс приготовления ухи тушением в ней горящей головешки. Очищенную от костей и измельченную рыбу мы выложили в уху перед заливом водки. Ну вот, процесс готовки закончен, теперь закрываем крышку и даем ухе настояться. Прежде чем сесть за праздничный стол, необходимо, конечно же, уделить внимание еще одному осторожному попрошайке, которого Илья ласково называет рыжий. От запаха наваристой ухи у рыжего разыгрался аппетит, и он всем своим видом показывал нам свое желание покушать чего-нибудь вкусненького. Мы, конечно, любезно исполнили его просьбу и пошли за праздничный стол в полной уверенности, что и рыжий не останется голодным. Он с осторожностью подошел к своей миске и с огромным аппетитом стал вкушать все, что мы ему положили. Конечно, меня рыжий с непривычки опасался, но в итоге доел все до последнего кусочка. Как раз к этому времени в доме завершалась суета по сервировке стола наивкуснейшими явствами – ореховыми рулетиками, изысканными сырами и сочными фруктами. И я занял за столом свое место. Явства на дне рождения Ильи были великолепны. Все гости накушались. А когда председатель заварил Иван-чай, Анжела вынесла наивкуснейший торт ручной работы. «С днем рождения, Мурзик!» – красовалась надпись на торте. Так ласково Анжела называет Илью в домашней обстановке. Председатель попросил самый большой кусочек. Ну, а вот и мой кусок торта. Торт был бесподобен. В сладостях я гурман, и уж поверьте мне, этот торт я бы поставил на самый верх пьедестала кондитерского искусства. На следующее утро я решил побаловать жучку шашлыком. Этим жестом я попытался расположить ее к себе, так как кроме Ильи и Анжелы, жучка никого больше не признает. Пока жучка настороженно вкушает кусочки мяса, я хочу напомнить тем, кто не подписан на мой канал, обязательно прямо сейчас подпишитесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о моих питомцах, и не только о моих. Посмотрите на жучкину мордочку, мне кажется, она в недоумении. Вроде бы и хочет меня укусить, но у меня вкуснейший шашлык, который даже выпал у нее из пасти, видимо от моей наглости. Ведь мало кто решается потрогать ее за носик. Мне хотелось немножечко позлить жучку, но никак не удавалось раззадорить ее железную волю. Она поглядывала то на меня, то на председателя, который был в качестве оператора, и думала, оставьте скорее мне шашлык и идите отсюда, дайте мне в одиночестве насладиться этим наивкуснейшим лакомством. Я положил мясной кусочек на площадку перед будочкой и отошел в сторонку, пытаясь выманить ее из домика. Еще один кусочек я бросил рядом с будкой, но она застыла, как холодец у выхода из будки и никак не решалась выйти. Тогда я отвернулся и сделал вид, как будто собираюсь уходить. Но она не восприняла это всерьез, и мой подвох никак не подействовал на ее психику. Тогда я аккуратно поднял брошенный кусочек и, не торопясь, подошел поближе к жучке. Обманным маневром я начал теребить ее шейку. Так же, как я делаю своим собакам Фрося, Глаше и Дуняше, ну и, конечно же, Марфуша. Аккуратно вложил шашлык ей в пасть, что она даже не сразу это поняла. Но когда догадалась, что этот кусочек был заключительный, вильнув хвостиком, ушла к себе в будку, не поблагодарив меня. А мы с Ильей, отведав приготовленную вчера на костре уху, по просьбе Анжелы устроили фотосессию для магазина «Предсельмак». Фотосессия проходила в очень душевной и веселой обстановке. Мы дурачились и веселились, как дети, почувствовав себя настоящими манекенщиками, которые фотографируются для журнала «Бурда моден». Это первая серьезная реклама на моем канале, так что, уважаемые зрители, рекомендую вам одеваться в магазине «Предсельмак». Эта замечательная одежда подчеркнет ваш отечественный колорит, и вы покажете всему миру, что не отступаете от наших исконных традиций. Веселое настроение нас не оставляло, так как празднование дня рождения председателя перешло на второй день. Мы веселились от души и в таком прекрасном настроении сделали очень много прекрасных кадров. Вот сейчас будет попытка номер два. И на старт, внимание, марш! И раз! После такого веселья можно и прогуляться. Уходя на прогулку, Илья сказал насыпать рыжему сухой корм, чтобы рыжий, пока нас не будет, не чувствовал себя одиноко. Он хоть и не дается никому в руки, но всегда присутствует на участке и наблюдает за всеми из-за теплицы. Насыпав корм, я ретировался за колодец и проконтролировал, чтобы рыжий приступил к трапезе. Тем временем, уже собранная в путь жучка легла на спину, точно так же, как делает Дуняша, и требовала перед уходом ласки. Глядя на эти кадры, я сопоставил жучкин нос с фросиным. Напишите в своих комментариях, уважаемые зрители, как вам кажется, похож ли нос жучки на нос фроси по цвету? И не напоминает ли вам жучка Дуняшу, которая точно так же ложится на спину перед своим хозяином? Ну вот, сентиментальности закончились, и мы отправляемся в путь под звонки лай, жестоко пристегнутой на цепь соседской собаки. По мере следования, жучка, как обычно, искупалась в первом попавшемся водоеме. Она, виляя хвостом, охладила животик и лапки, глотнула водички, отряхнулась и побежала к своему хозяину, чуть не обрызгав его вместе с Анжелой. А водоемом, в котором купалась жучка, оказался очень красивый деревенский пожарный пруд. После купания мы покинули периметр деревни и окунулись в замечательную великолепную красоту местных ландшафтов, которые имеют честь лицезреть каждый день Илья, Анжела и жучка. Я, когда приезжаю к ним в гости, всегда с удовольствием любуюсь красотой их мест. Наблюдая за такой красивой природой, я понимаю, что осень совсем не унылая пора, а пора вдохновения многих художников на написание картин нашей необъятной Руси. А при виде такого домика на дереве моя дочка была бы в полнейшем восторге и сразу же побежала его осваивать. На этой поэтической ноте я заканчиваю данное видео. Желаю вам хорошего настроения и крепкого здоровья. Увидимся в ближайшем будущем! Субтитры создавал DimaTorzok